Битва за пенсию в судах. Верховный суд готовится рассмотреть дело о споре между переселенцами и пенсионным фондом. Что говорит закон и как происходит в реальности, об этом мы не только расскажем сегодня в программе «Всем миром». У нас в студии старший стратегический юрист благотворительного фонда «Право на защиту» Олег Тарайсенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, мы знаем, что за это время уже накопилось, наверное, сотни дел на рассмотрение в судах. Так чем же важно именно то дело, которое готовится рассмотреть в конце марта в Верховный суд Украины? И почему его и правозащитники, и юристы называют образцовым? Дело в том, что, как верно вы сказали, в судах действительно находятся несколько сотен дел по восстановлению пенсии переселенцам. И в связи с этим Донецкий окружной административный суд обратился в Верховный суд для того, чтобы Верховный суд рассмотрел это дело самостоятельно, как суд первой инстанции. И его решение потом использовалось всеми остальными судами именно как образец. И в связи с этим решения, которые будут после решения Верховного суда, они должны будут соответствовать решению Верховного суда и рассматриваться быстро в упрощенном порядке. Но у нас же нет прецедентного права. То есть подобные дела похожие будут рассматриваться именно, и суды будут становиться на сторону переселенцев. Расскажите вообще о деле, о сути дела, в чем там проблема и чего добиваются переселенцы. Переселенец в Донецкой области в апреле 2017 года ему была пристановлена пенсия, пенсионерка. Ей была пристановлена пенсия, и она обратилась к юристам нашего фонда для того, чтобы мы помогли ей восстановить ее пенсию. В чем суть проблемы? На основании чего ей приостановили выплаты? В данном случае, во многих других случаях, пенсия приостанавливается на основании информации, так называемой, полученной от правоохранительных органов, пограничной службы. То есть это система Аркан, о которой мы говорили? В том числе и это, но в нашем случае конкретно в этом, там была не система Аркан, а просто поступление информации и, соответственно, остановка пенсии. Скажите, вот то, что оно будет образцовым, это значит, что у переселенцев будет больше шансов добиться положительного решения? Если решение Верховного суда будет в пользу истца, то, соответственно, все последующие дела с такими же характеристиками обязаны будут соответствовать этому решению. Вот я знаю, что Верховный суд Украины в январе впервые вынес решение в пользу пенсионера-переселенца. Там немножко другое было дело, да? И почему вот, как вы считаете, почему сейчас, лишь спустя столько, ну вот уже сколько, четвертый год уже пошел, да, вот этим проблемам всем, почему только сейчас стали выносить решение в пользу переселенцев? Как вы оцениваете, как юрист, как правозащитник? Дело в том, что Верховный суд сегодня существует в Украине с 15 декабря прошлого года. До этого была другая немножко система судопроизводства и был высший административный суд. То есть прошла реформа? Да, после реформы вот 30 января в нашем деле было первое решение в Украине по подобным правоотношениям. Скажите, эти дела, они похожи между собой? Расскажите те дела, которые вы ведете и с какими проблемами приходят к вам, обращаются люди? По сути, эти дела одинаковые, разница лишь в том, что решение, которое было вынесено 30 января, оно касалось переселенки из Луганской области. В данном случае дело рассматривается по переселенцу из Донецкой области. И в принципе, к нам обращаются люди с делами по восстановлению пенсии, если не являются переселенцами. Также обращаются люди, которые интегрировались и получили регистрацию местную и уже не являются переселенцами. Но, к сожалению, органы государственной власти продолжают их такими считать и предъявляют им дополнительные требования. Люди, которые не являются переселенцами, то есть жители не подконтрольной территории, которые по разным причинам не могут выехать и оформить положенную им пенсию? Такие также обращаются, но я сейчас имел в виду, это люди, которые приехали и получили местную регистрацию уже, например, в городе Славянск, или Харьков, или Киев. Понятно, они приобрели какое-то жилье, но их все равно... Да, или к родственникам приехали, или приобрели, да. Да, начислять им пенсию только при условии, если у них есть правка временно перемещенного лица. Скажите, пожалуйста, все дополнительные проверки места проживания переселенцев, они же основываются на постановлении Кабинета министров номер 365, которое уже правозащитники давно пытаются отменить. По крайней мере, в декабре через суд у одной из организаций это даже получилось, но буквально на днях Кабмин подал апелляцию, и на днях Киевский апелляционный админсуд прошение удовлетворил. То есть выходит, что по решению суда проверки на дому продолжаются в обычном режиме? К сожалению, проверки продолжаются, но, скажем так, в конкретных каждых случаях у нас, например, более 200 решений позитивных в пользу переселенцев. То есть, несмотря на то, что недавно Киевский административный суд принял решение о том, что постановление якобы законно, тем не менее суды в сотнях случаях признают действия незаконными на основании этого постановления. То есть они принимают в сторону все-таки переселенцев. И вот мы не раз говорили в нашей студии о том, что многие, почему-то даже чиновники на местах играют такой чайский фактор, говорят о том, что пенсия это социальная выплата. На самом деле, с точки зрения закона и с точки зрения материального права пенсия, это как раз то, что человеку положено, это не социальная выплата. Правильно? Вот разница тут большая. Да, есть большая разница в этом, действительно, потому что социальные выплаты, как правило, они определяются правительством на основании многих факторов, в том числе состояние бюджета, состояние доходов бюджета. А пенсия это то, что человек заслужил в течение всей своей жизни, то есть он произвозил отчисление. И, соответственно, пенсия это является его собственностью. И это также считает Европейский суд по правам человека, поэтому нельзя отождествлять социальные выплаты и пенсионные. Европейский суд по правам человека. У вас есть дела, которые рассматриваются там? Мы подали две жалобы. Что это за жалобы? Расскажите, пожалуйста. Одна из жалоб касалась отрицательного решения, где человек был переселенцем, но ему прекратили выплату пенсии на основании постановления 365. Второе решение было негативным в отношении человека, у которого уже не было справки переселенца. То есть он вернулся на неподконтрольную, долгое время проживал на подконтрольной территории, оформил здесь пенсию, получал. Но после того, как вернулся, ему прекратили выплату пенсии, и у него нет возможности выехать сюда опять. Когда вы ведете дела, готовите какие-то прошения, оформляете, помогаете переселенцам добиться своих прав, добиться пенсии, выплат. Вот постановление Кабинета министров номер 365. Давайте к нему немножко вернемся. Каким образом оно противоречит, по вашему мнению, основным правам? Наша организация считает, что очень много прав нарушает это постановление. Какие именно? В частности, основания для прекращения выплаты пенсии являются исключительными. Они предусмотрены законом про общеобязательное государственное пенсионное страхование. Есть статья 49, которая предусматривает исчерпывающую перечень оснований, на которых пенсия может быть установлена. Там, в этом перечне, нет такого основания, как непрохождение проверки, например. Или также есть формулировки на законе, что дополнительные основания не определяются Кабинетом министров. Такой формулировки там нет, поэтому Пенсионный фонд и Управление соцзащиты, они нарушают, скажем так, этот закон и Конституцию Украины, которая гарантирует получение пенсии в соответствии с законом именно, а не с постановлениями Кабмина. Поэтому эти органы нарушают права человека, и, соответственно, поэтому почти 100% решений, они действительно позитивны для людей, которые обращаются в суд по восстановлению пенсии. Буквально еще год назад, даже два года назад, люди боялись судиться, да и понятное дело. Там, где война, там, где разрушено жилье, и еще нужно куда-то ехать. Порою семьи не могли там, ну, допустим, не могли оставить больных родственников и прочее. Вот сейчас, как вы оцениваете, люди стали больше подавать в суды и жалобы, то есть как-то связываете такой вот, отстаивают больше свои права? Я могу сказать только по поводу практики нашей организации, то есть действительно больше людей стало обращаться. Мы связываем это в том числе с тем, что у нас было много позитивной практики, люди об этом узнают и, соответственно, хотят обращаться к юристам, которые имеют положительный опыт в решении их проблем. Ну вот все же, давайте возьмем последние дела. На основании чего людям чаще всего отменяли выплаты? Переостанавливали, вернее. На основании непрохождения проверки, на основании так называемой информации, которая поступила от Службы безопасности Украины и от пограничной службы. Давайте пару примеров, откуда эти, ну, какие-то истории, подробности, вот в чем конкретно отказывали, почему отказывали? Допустим, там, человека не было дома, не прошел проверку, или, допустим, там, не выполнил, вернулся через 70 дней, запоздал срок, не выполнил, да, пересечения границ, то есть на основании чего? У нас был случай, когда лицо, где она выезжала на неподконтрольную территорию, вернулась эта женщина через две или там две с половиной недели, но при обратном пересечении это не было зафиксировано в базе, и хотя она физически находится здесь, по данным системы, она находится якобы на неподконтрольной до сих пор, хотя она, ну, приходила в суд, и, соответственно, скажем так, позиция органов госпласти выглядела немного несостоятельным, что вот человек выехал, до сих пор не приехал, но, тем не менее, он находится сейчас в суде. Часто наши телезрители жалуются и пишут о том, что их, допустим, проверка может три раза в месяц их могут проверять, то есть с такими обращениями к вам поступают жалобы? Ну, скажем так, сам факт проверки три раза в месяц, это невозможно спорить в суде, поэтому таких обращений именно за правовой помощью нет, просто сообщают о таких случаях, что такое бывает. Хорошо, спасибо. У нас в гостях был юрист Олег Тарайсенко. Далее мы продолжим тему выплаты пенсии переселенцам и жителям неподконтрольных территорий Донбасса с вашей коллегой, правозащитницей Дариной Толкач. Спасибо. В Министерстве социальной политики сообщают, что стараются упростить процедуру осуществления контроля за переселенцами. Например, заключили соглашение об обмене и передаче информации относительно ВПЛ, прошедших идентификацию в Асчатбанке. Контроль за проведением социальных выплат ВПЛ осуществляют структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения путем посещения не реже одного раза в шесть месяцев фактического проживания, пребывания внутренне перемещенного лица, о чем составляется акт обследования материально-бытовых условий семьи. Если в единой информационной базе данных о ВПЛ имеется информация о прохождении лицом физической идентификации в Асчатбанке, очередная проверка внутренне перемещенных лиц в соответствующем периоде не проводится. У нас в студии Дарина Толкач, координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту». Дарина, здравствуйте. В Минсоцполитике не раз подчеркивали, что государство не отказывается платить пенсии жителям неподконтрольных территорий. Но они просто не имеют физической возможности осуществлять эти выплаты. И ссылаются, кстати, даже в том числе на недавнее решение Европейского суда по правам человека. А вот правозащитные организации говорят о том, что решение на самом деле трактуют неправильно. Давайте разберемся, что это за решение и как в будущем оно может повлиять на ситуацию. Действительно, не так давно было принято решение Европейским судом по правам человека относительно заявления, поданного в Европейский суд. Первый заявитель обратился еще в конце 2014 года. Остальные заявители подключились к этому заявлению в 2015 году. И принятое решение было трактовано Министерством юстиции и подхвачено Министерством социальной политики как решение, которое окончательно расставило точки над «и» и было принято категорически в пользу Украины, как это прозвучало, в отношении пенсионных выплат внутренне перевещенным лицам и лицам, которые остались проживать на неподконтрольной территории. На самом деле, необходимо прежде всего подчеркнуть, что данное дело фактически не рассматривалось по сути. Суд Европейский подчеркнул, что они не могли и не имели возможности рассматривать по сути фактическое нарушение прав лиц, обратившихся в Европейский суд, потому что эти лица, согласно протоколам Европейского суда, не исчерпали национальные средства защиты. Что это обозначает? Да, расшифровать. Не прошли здесь все инстанции? Соответственно, граждане Украины не обратились за защитой своего права в национальные суды и не воспользовались той национальной судебной системой, которая призвана, собственно, принимать решения в отношении тех правонарушений, которые имели место быть в отношении к их гражданам и лицам, находящимся на территории Украины. Соответственно, наши, собственно, заявители не обращались в национальные суды для того, чтобы защитить свое право на пенсии, ввиду того, что, ну, как бы, мотивировали это тем, что не имели возможности выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию и обращаться в судебные инстанции. Одновременно с этим Европейский суд говорит о том, что, поскольку не была использована национальная система защиты этого права, то они не могут, по сути, рассматривать нарушение статьи 1 протокола 1 европейской конвенции, то есть нарушение права на имущество. Соответственно, не было принято решение, правомерно или неправомерно не платятся пенсии людям, оставшимся на неподконтрольной территории. Также суд рассматривал вопрос наличия фактов дискриминации в отношении лиц, которые проживают на неподконтрольной территории, ввиду того, что они не могут осуществить свое конституционное право на пенсию. И опять-таки хочу подчеркнуть, что по сути заявления суд не рассматривал это правонарушение. Соответственно, то, на что ссылается на сегодняшний день Министерство социальной политики и Министерство юстиции, а именно они ссылаются на то, что суд принял решение, что нет тут никакой дискриминации ни в законодательстве, ни в правоприменительной практике в отношении лиц, оставшихся на неподконтрольной территории, и они не получают пенсию, или то, как они получают пенсию, не является дискриминационной практикой со стороны государства, эти заявления являются абсолютно беспочвенными. Почему? Потому что, еще раз подчеркну, заявители обратились в Европейский суд в 2015 году, последние заявители. Соответственно, нарушение их права произошло в 2014-2015 годах, они не могли получать свою пенсию. На тот момент практика существовала такая, это было, собственно, озаглавлено, что лица, выезжающие из неподконтрольной территории, имеют доступ к своему пенсионному праву и правополучению пенсии на подконтрольной правительству территории. И только в 2016 году было принято уже не раз упомянутое сегодня постановление 365-е, которое фактически создало дополнительные преграды к осуществлению права на пенсию для внутренне перемещенных лиц, так и для лиц, которые находятся на неподконтрольной территории. Более того, подчеркну, что фактически 365-е постановление установило, что лица, оставшиеся проживать на неподконтрольной территории, фактически не имеют доступа к этой процедуре. Соответственно, мы отстаиваем ту точку зрения, что действительно национальная система является более эффективной в данном случае и действительно необходимо обращаться за восстановлением своего права в национальную судебную систему. И практика нашей организации, собственно, подтверждает этот постулат, потому что успешность дел касательно пенсионного права переселенцев или с неподконтрольной территории более 90%. То есть, мой коллега подчеркивал тот факт, что в большинстве случаев обращение в суд в связи с нарушением права на пенсию или прекращением, приостановлением пенсии принимается в пользу внутренне перемещенных лиц. И отдельно хотелось бы подчеркнуть, что те заявления официальных лиц Министерства юстиции, которые говорили о том, что фактически отсутствуют какие-либо нарушения со стороны украинского правительства, украинского государства в связи с невыплатой пенсии гражданам, своим гражданам, проживающим на неподконтрольной территории, он необоснованный. Соответственно, мы как правозащитная организация и большинство наших коллег призывают внутренне перемещенных лиц, которые пострадали ввиду введения всех этих правовых преград к осуществлению конституционного права на пенсию, все-таки пользоваться механизмами национальной защиты, обращаться в суды, обращаться к юристам, адвокатам и обращаться в суды для восстановления этого права. Это действительно показало себя достаточно эффективным. И тот факт, что по ряду дел уже приняты положительные решения в пользу внутренне перемещенных лиц и Верховным судом, говорит о том, что в данном контексте все-таки судебная система достаточно эффективна. Верховенство права. Да, что-то доработает. Безусловно, есть серьезные отклонения в вопросах осуществления реализации уже принятых судами решений, потому что мы сталкивались также с практикой, когда принято судебное решение, восстанавливается пенсия, например, человек начинает получать эту пенсию, проходит еще несколько дней, и опять на тех же правовых основаниях происходит приостановление. Что делать тогда? Ну, это новый виток судебных разбирательств, к огромному сожалению, потому что якобы возникают новые обстоятельства. Пенсионный фонд принимает решение, опять-таки, на основании подзаконных актов 365-го постановления приостанавливать пенсионные выплаты. Есть большая надежда на то, что все-таки в процессе судебных тяжб правозащитных организаций против кабинета министров в отношении 365-го постановления все-таки закончится чем-то таким более-менее существенным, положительным в пользу переселенцев. Тем более, что, ну, если, например, обратиться к резолюции Парламентской ассамблеи ООН, последние, принятые в отношении Украины, там одна из рекомендаций как раз опять напоминает украинскому правительству о необходимости отвязывания пенсий от статуса внутренне перемещенного лица и разработки некого механизма, который позволит реализовать гражданам, оставшимся на неподконтрольной территории, свое право на пенсии. Кстати, Дарина, вот в прошлом месяце закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу, и вот что он меняет в плане выплат пенсий для жителей неподконтрольных территорий и для тех, кто имеет статус временно перемещенного лица? К огромному счастью, те формулировки, которые были в законопроекте изначально касательно пенсии, они были смягчены, и то, что вышло сейчас, собственно, после подписания этого закона, это фактически рамковые такие нормы, которые устанавливают общий правовой режим того, что у нас происходит сейчас в стране. Один из рисков, который мы видим, он содержится в переходных положениях этого закона и касается возможного применения к вопросу пенсий законодательства об оккупированных территориях, которое применялось по отношению к Крыму и, собственно, к крымским пенсионерам. Напомню, что практика в отношении крымских пенсионеров такова, что когда они обращаются на неподконтрольные территории за реализацию своего права на пенсию, от них требуют справок, требования пенсионный фонд выдвигает, чтобы эти люди предоставили справки, подтверждающие тот факт, что они не получают пенсии от Российской Федерации. Такой же практике стоит готовиться жителям оккупированных территорий Донбасса? И в этом смысле мы уповаем на то, что согласно распоряжению президента, которое он дал при подписании этого закона, до 1 апреля должна быть разработана подзаконная нормативная база, которая фактически установит механизмы реализации тех норм, которые предусмотрены законом. И вот уповаем на то, что, собственно, механизмы эти, они будут более-менее прозрачны, будет понятно, какие конкретные нормы, какие конкретные, образно говоря, куда идти и что делать. Это ответ, который должен содержаться в подзаконной нормативной базе. И что вот эти механизмы будут более-менее прозрачны, понятны. Потому что сейчас так прописаны нормы, что нет полного понимания того, как это будет работать. Я думаю, что законодатели осознанно избежали конкретных механизмов в законе для того, чтобы иметь возможность еще взять тайм-аут и более-менее согласовать это между, во-первых, между государственными органами, потому что закон принимался достаточно аврально. Ну и я очень надеюсь на то, что в этом процессе также смогут поучаствовать максимальные общественные организации, международные организации, дабы максимально избежать потенциальных нарушений прав человека, которые будут заложены уже в механизмах. Скажите, вот я уже спрашивала вашего коллегу, с чем чаще всего, с какими нарушениями своих прав обращаются вам жители, переселенцы, жители неподконтрольных территорий вот сейчас, в последнее время? Самое распространенное обращение, безусловно, касается социальных выплат, это касается получения адресной помощи как переселенцев, так и, безусловно, доступа к реализации права на пенсии. Также обращения, связанные с, собственно, постановкой на учет в качестве внутренне перемещенного лица, потому что остались все еще серьезные проблемы с возможностью зарегистрироваться внутренним перемещенным лицом. Например? Это связано с теми механизмами, которые заложены изначально в законодательстве, то есть если это внутренне перемещенное лицо, выехавшее из определенного населенного пункта, то твой населенный пункт должен быть, безусловно, в перечне 1085 и входить в перечень населенных пунктов, не подконтрольных украинской стороне, да? Соответственно, очень часто возникают серьезные вопросы, связанные с тем, что, например, какого-то населенного пункта нет в этом перечне, и человек вынужден доказывать в органах социальной защиты, что он действительно является переселенцем, имеет правовые основания, законные основания для получения адресной помощи и так далее. В этом, с этими вопросами тоже достаточно часто мы сталкиваемся. Хочется также подчеркнуть, что в этом направлении есть некие положительные сдвиги изменения, потому что 7 февраля, если я не ошибаюсь, были приняты изменения в постановлении в приказ 1085, собственно, в котором вот эти перечни населенных пунктов есть, он был обновлен. Дополнен те, которые не вошли. Дополнен. К огромному сожалению, почему-то не успели государственные органы обновить эти списки так быстро, как, например, рекомендовали им общественные и международные организации, потому что достаточно большое количество организаций работало в этом направлении, мы тоже подавали свои рекомендации с огромным количеством этих населенных пунктов в перечне. Порядка 60% этих рекомендаций были учтены, одновременно с этим 40% населенных пунктов, которые находятся не в том списке, так и не попали в нужный список. И люди, проживающие или выехавшие из них, будут продолжать сталкиваться с бюрократическими проблемами, с которыми сталкивались до этого. Возвращаясь к этому закону о реинтеграции Донбасса, мы уже не раз обсуждали в нашей студии такую проблему, как возмещение материального ущерба, когда при обстрелах, при боевых действиях нужно доказать. Как вы считаете, какие риски, упростил этот закон это или вообще, если мы говорим о материальных каких-то требованиях, можно ли рассчитывать на получение компенсации? Самая главная загадка закона о реинтеграции на сегодняшний день заключается в том, будет ли продлено АТО или это будут два параллельно существующих правовых режима, потому что закон ввел новый правовой режим. И закон фактически позволяет существовать одновременной антитеррористической операцией и вот этим вот мерам по предотвращению внешней агрессии, но надо отметить, что все абсолютно нормативные акты, которые связаны с защитой прав внутренне перемещенных лиц, с защитой имущественных прав, нарушенных имущественных прав, они так или иначе зациклены на законодательстве об антитеррористической операции. И соответственно, законом этим должно было быть предусмотрены некие переходные положения, которые позволят перейти из одного правового режима в другой и сохранить те наработки, те правовые нормы, которые регулируют соблюдение прав человека внутренне перемещенных лиц, как минимум. Что касается конкретно имущественных прав, то вы абсолютно правы, тут есть серьезный вопрос, связанный с тем, что судебная практика, в частности нашей организации, была в большей степени зациклена на реализации положения закона о антитеррористической деятельности. И соответственно, все наши исковые требования базировались на том, что Украина, проводя подобного рода операцию, должна компенсировать физическим лицам утраченное имущество или движимое-недвижимое имущество в ходе этой антитеррористической операции. Соответственно, с принятием нового режима возникает вопрос, будет ли такая правовая возможность в дальнейшем применять нормы этого закона и, соответственно, требовать какой-либо компенсации. Этим законом не предусмотрено, к огромному сожалению, отдельных каких-то механизмов или норм, которые бы устанавливали возможность получения компенсации от Украины, гражданами Украины. Я одновременно с этим хочу отметить, что для Украины норма о том, что все исковые требования в отношении имущества должны быть адресованы Российской Федерации, которая прописана в этом законе, является, с моей точки зрения, крайне невыгодным по одной простой причине. Единственный способ совокупно оценить ситуацию о разрушениях, это понимать количество исков и исковых требований, в том числе и в материальном измерении, от граждан Украины, которые будут предъявлены Украине. И только потом эти исковые требования имело бы смысл переадресовать Российской Федерации. Но если будет закрыта правовая возможность обращения в суды и защиты своего права для граждан против Украины, то каким образом будет вестись, собственно, этот подсчет и суммирование всего того ущерба, который понесли и физические лица, и государство в целом в ходе событий и внешней агрессии. Спасибо. У нас в студии была Дарина Толкач, координатор по адвокации Благотворительного фонда право на защиту. На этом прощаемся. Встретимся, как всегда, через неделю ровно в 18.20. Редактор субтитров А.Семкин